Приветствую вас, Роман, и, как и обещал, я решил записать вам еще один видео ответ, основываясь на то, что вы мне написали. А сначала хочется сказать, что вкладывается ощущение некой напряженности между вами и вашей супругой, то есть у вас имеются определенные проблемы, может быть, в семейных отношениях, по крайней мере, вы, может быть, чем-то недовольны ей, она чем-то недовольна вами, и ее измена, которая произошла, она ведь тоже случилась не на пустом месте. Дело в том, что человек никогда не изменяется просто так. На измене всегда есть какой-то мотив, какие-то стремления, побуждающие к измене. И, возможно, ваша жена, несмотря на то, что вы говорите и говорите о ее любви к вам, душа в душу, возможно, ей все-таки что-то не нравится, возможно, ее все-таки что-то напрягает. И, нет, в хорошей жизни, в конце концов, она постоянно употребляет алкоголь, да, это хорошая жизнь. Поэтому первое, что нужно сделать, это подумать, какие у вас могут быть с женой вообще проблемы, и какого плана проблемы могут быть с вашей супругой. Вот почему она вам изменила, вот что ее не устраивало в вас, да, что она решила вам изменить. Ведь просто так это происходит очень редко. Я рекомендую вам в обязательном порядке, просто в обязательном порядке, может быть, может быть, с супругой как-то поговорить, может быть, самостоятельно выявить некоторые определенные проблемы, возможные между вами, да. Это очень важно для того, чтобы вы исключили для себя возможные факторы, которые могут негативно сказываться на ваших отношениях с ней. Вот, допустим, ее что-то не устраивает, а она молчит. Но это копятся, 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 и в итоге выливаются вот в измену. И, естественно, вам это тоже не нравится по вашей гордости, по самостоятельности, это очень сильно бьет. Чтобы этих вещей не происходило, важно, чтобы вы активно взаимодействовали со своей супругой, все время спрашивали ее, что нравится ей, что не нравится ей, что ее устраивает, что ее не устраивает, допустим. И вот этот момент, он очень-очень-очень-очень важен, чтобы ваша супруга знала, что вы ее любите, что вы о ней заботитесь, что вы хотите быть ей идеальным мужем, что вы хотите делать для нее все, а от вас завистишься. Далее, отдельно хочется сказать, что агрессия, которую вы можете испытывать, вот ту самую немотивированную, необоснованную агрессию, она ведь тоже может происходить, получаться, генерироваться из-за каких-то проблем. Только вот какие именно это проблемы, также предстоит выяснить, потому что, исходя из того, что вы описали, не очень понятно, какого плана могут быть у вас конфликты, у вас проблем. Тот факт, что вы как-то проявляете агрессию, говорит о внутреннем личном напряжении, о внутренних личных конфликтах, которые могут быть связаны с неполной реализацией себя в жизни, с каким-то неудовлетворением, супругой, еще с чем-то. То есть, ну, подумайте, а вот всем ли вы довольны? Все ли вас устраивает? И если какие-то моменты есть, то их обязательно проработать, их обязательно выявить и постараться нейтрализовать. Следующее, о чем хочется вам сказать, встречается в том, что сам алкоголь вряд ли является причиной агрессии, хотя вам, наверное, люди, эксперты, коллеги скажут обратно. Дело в том, что алкоголь в малых количествах, он все-таки в большей степени расслабляет. Соответственно, вам необходимо попробовать потреблять небольшие доты алкоголя, которые, не имея опасностей для вас, для вашей супруги, помогут вам не выбиваться из вашего времяпровождения, из вашего досуга. Это тоже очень важно. Отдельного момента наслуживает тот факт, что ваша женщина употребляет алкоголь. А почему бы не предложить ей какие-то другие способы проведения досуга? Например, активный отдых, например, выезд на природу или куда-нибудь еще. То есть, сначала попробуйте выяснить у нее, а почему она сама решила вот употреблять алкоголь, почему она решила, так сказать, этим заниматься, почему она решила, так проводить свой досуг, именно только так, да, то есть вот употреблять алкоголь. И не послужило бы для этого, для такого времяпровождения, также какое-то неприятное событие в ее жизни. Потому что, если какое-то неприятное событие в ее жизни было, какие-то негативные ситуации сгенерировали ход подобного поведения, то очень важно, чтобы это было по возможности выявлено, обработано, с вами обязательно, чтобы это обсудилось, и были приняты соответствующие корректировки в поведении. То есть, понимаете, да, что нужно проанализировать ваше настроение, вашу деятельность, вашу удовлетворенность жизнью и тем, что сейчас с вами происходит, и то же самое сделать женщине, чтобы она с твоей стороны не давала вам поводов применять к ней насилие, а у вас не было бы соответствующего мотива для того, чтобы причинять ей физическую боль. Это очень важно сделать. Ну и я думаю, что снятие напряжения, вашего напряжения, проработка ваших возможных конфликтов, возможно, что-то из прошлого и так далее, возможно, проработка детско-рочительских отношений, а также существенная оценка и переотмысление ваших ценностей, то есть, вот, я думаю, что далеко не каждый мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, все равно поднимет в свою женщину руку. То есть, тот факт, что подняли вы, говорит о том, что у вас достаточно низкий порог приемлемости определенных действий. То есть, здесь нужно спросить вас, а как вот вы вообще относитесь к женщине, ну, к женщинам вообще, да, и почему, например, когда вы узнали, что женщина вам изменила, или что она только рассказывала о бывшем, почему вы предпочли ее ударить, а не, скажем, выяснить всех обстоятельств дела? Такой вот выбор поведения, он ведь и тоже с чем-то обусловлен. Да, есть, конечно, эмоции, есть определенные, как бы, ну, определенное отсутствие контроля. Это безусловно. Но все же, что делает алкоголь? Он лишь снимает определенные ограничители, которые могут стоять у вас, здесь живущие факторы. Но он не вступает в противоречие с тем, что вы бы никогда не сделали. То есть, например, в состоянии алкогольного опьянения человек, который, например, не склонен к тому, чтобы убить кого-то, да, он никогда и не убьет. А если человек допускает факт того, что он может причинить кому-то смертельный, так сказать, ущерб, то он это сделает. Алкоголь просто подходит к катализатору. То есть, очень важно понимать, что алкоголь – это катализатор, то есть ускоритель, или, можно сказать, усилитель того, что вы чувствуете всегда. Может быть, в вашей импульсивности, может быть, в вашей вспыльчивости и так далее. И про импульсивность и вспыльчивость можно говорить, как об определенном атрибуте личности. И эта вспыльчивость, она формировалась у вас годами, и, естественно, ее тоже надо разбирать, учиться контролировать, и, ну, чтобы не причинять боль любимым людям, в том числе и вашей супруге. А вот если, например, скажем, появятся дети, и вы на глазах у детей, будете, например, причинять физический урон своей жене, это будет для детей настоящей травмой и так далее. Чтобы это не повторилось, чтобы этого не произошло, нужно, чтобы вы проанализировали именно свои черты, характеры именно себя, и вместе со специалистом или самостоятельно попробовали бы понять, почему вы, например, обладаете полученной вспыльчивостью и почему не можете контролировать себя. Дедащий момент. Очень важно, чтобы вы расслаблялись, чтобы ваш басук был организован правильно, чтобы он действительно способствовал вашей релаксации, вашему отдыху. Чтобы он способствовал тому, что ваши силы, например, полностью восстанавливались бы за счет вот этого вот времени, которое вы тратите на расслабление. Это также очень и очень важно. Следующий аспект, который мне хотелось бы вам сказать, включается в том, что очень важно, чтобы вы как можно больше с женой делали вот таких вот совместных именно отдыхов, чтобы у вас как можно больше было общих впечатлений, общих каких-то совместных, совместно проведенных, так сказать, счастливых моментов для того, чтобы как можно большее количество вещей, положительных вещей вас объединяло. Это нужно для того, чтобы вы даже в мыслях, даже находясь в каком угодно аффекте, не могли представить себе, что поднимаете, допустим, на нее руку, да, что как-то причиняете ей боль и так далее. То есть очень важно, чтобы у вас сны были как можно близки и как можно более доверительные взаимоотношения, а для этого, я надеюсь, понятно, очень важно близость, близость духовная, наличие полного доверия и отсутствие каких-либо недопониманий между друг другом, отсутствие каких-то недосказанностей, недоговоренностей и прочее. Очень сомневаюсь, что вот если в вашей жизни присутствуют такие вещи, как измена, да, и соответственно алкоголь и физическое насилие, то это возможно. Это возможно. Я лично в этом сильно сомневаюсь, поэтому активно нужно работать над оздоровлением в ваших отношениях, чтобы придавать им как можно более естественный, искренний, трезвый, так сказать, оттенок, трезвый шарм, трезвую форму и как можно меньше убрать всего того, что влияет на сознание, как-то видоизменяет его, потому что человек, находящийся под даже небольшим алкогольным опьянением, это не всегда он, это не совсем он, а когда люди часто видят подобных людей рядом с собой, то они уже не знают, где настоящий человек, а где собственно говоря, тот, который вот попрямляет алкоголь, да, то есть получается такой вот диссонанс, который не позволяет целостно, правильно, незамутненно, непосредственно воспринимать человека, в данном случае полагаю, что у нее есть некоторая проблема с восприятием вас, а у вас есть некоторая проблема с восприятием ее, хочет, чтобы этого не было, но и нам все-таки избавляться от алкоголя как с вашей стороны, так и с ее, то есть чтобы никто из вас алкоголь не потреблял. Кроме того, необходимо проработать сам факт измены, понять ее обстоятельства, даже если вам это тяжело, чтобы данный факт никак не давлел над вами, не мешал вам жить, не мешал вам получать удовольствие от семейной жизни, и чтобы вы понимали, почему супруга именно так поступила, и было ли вообще-то говоря, это предательством, так сказать, в широком, в привычном смысле, потому что каждая измена, это далеко не всегда, не сразу, а предательство, это может быть и следствие определенных конфликтов у человека в душе, если причины этого конфликта, противоречия, давления породили вы, то соответственно вы же и несете ответственность за то, что предошло вашей супругой. Вот. Ну, на этом, я думаю, можно закончить, пока такой вот ответ на мой. Много чего достаточно я накладил здесь. Надеюсь, это вам поможет лучше понять себя, лучше понять свою женщину. Ну, если какие-то вопросы остались, обращайтесь, пишите, я вам также отвечу. Всего вам доброго, до свидания. .